Сразу в нескольких странах Европы устраняют последствия непогоды. Старый свет не отпускают ураганы. Штормовой ветер сносил поезда и самолеты, срывал крыши с домов и валил деревья. Есть погибшие и пострадавшие. А по другую сторону океана в США и Канаде готовятся к снежной буре. Кадры и последняя информация у Ольги Паутовой. Ветер сдувает поезд с рельсов, будто это детская игрушка из пластика. Только вот 8 пострадавших получили реальные травмы. А все потому, что на горные регионы Швейцарии обрушился ураган Бурглинд. Он проносится со скоростью 200 км в час. Это не просто очень сильный ветер. Он дул перпендикулярно, сбоку. Вагон просто не мог сопротивляться такому давлению. Все пострадавшие доставлены в больницу. Их жизни вне опасности. Буря ощущается еще на подлете. Ветер сносит самолеты, словно это не многотонные гиганты, а осенние листья. Пилоты демонстрируют все свое мастерство. А эти кадры сняты уже внутри салона. На них видно, как самолет то снижается, почти косаясь земли, то снова набирает высоту. Обильные снегопады и метели подпортили планы и горнолыжникам. На одном из швейцарских курортов из-за сильного ветра на подъемник свалилось дерево. Люди оказались в ловушке. Они просидели в кабинках больше часа. Вызволить их удалось только с помощью вертолета. А вот спасти туриста на французском курорте Морильон не удалось. Он погиб под рухнувшим деревом. Всего же пострадавших около 30. Здесь тоже бушует ураган. Его имя Элеонор. Он срывает крыши, выбивает окна и оставляет после себя смятые машины. Любимые туристами набережной сейчас не место для прогулок. И дело не только в том, что ледяные волны выплескиваются прямо на улице. Ветер здесь такой, что просто удержаться на ногах – уже испытание. Я так испугалась прошлой ночью. Я боялась, что крышу снесет, что окна вылетят. Похожая ситуация и в Англии. Это первая страна, пострадавшая от напора Элеонор. Последствия устраняют до сих пор. Разрушены некоторые порты, оборваны линии электропередачи. У кого-то во дворе еще не успели убрать деревья. Около 15-20 минут мы слышали завывающий ветер. Он был намного сильнее, чем любой другой шторм в этом году. А потом все просто начало крушиться. Пострадала почти вся Западная Европа и значительная часть центральной. В Бельгии введен оранжевый предпоследний уровень опасности. В Амстердаме перекрывают крупнейшие трассы. В Германии отменяют поезда. Штормовое предупреждение сохраняется. В эти минуты к снежной буре готовятся в Нью-Йорке. Там уже закрыты все школы. В некоторых регионах США вслед за фонтанами льдом покрылось все. Ветки, машины, дороги. Количество аварий возросло в несколько раз. Да и непрекращающийся снег только усложняет ситуацию. При этом, например, в Южной Каролине, где обычно зима напоминает теплую московскую весну, он будет идти еще несколько дней. Чего уж там. Снег выпал даже во Флориде. В городе Талахасе его не видели уже 30 лет. Это довольно дико. Я никогда раньше не видел снега на пальмах. Канада в эти дни и вовсе напоминает замок Снежной Королевы. А как еще это назвать, когда даже знаменитый Ниагарский водопад начал замерзать? По ночам температура опускается до минус 27 градусов. С Нового года уже отменено более 500 рейсов. И когда погода начнет налаживаться, синоптики пока сказать не могут.